Многим фотографам и видеографам не хватает их мониторов, встроенных в камеру, для работы на съемки. В особенности это касается видеографов при работе в сложных световых условиях, в которых по встроенному монитору невозможно не точно отследить экспозицию или установить правильную точку фокуса. Нет возможности вывести дополнительную формацию, такую как гистограмма или false colors, преобразовать соотношение сторон под нужный формат или накинуть лут на лог и понять, что же ты на самом деле снимаешь. Это реально боль для многих. И помочь ликвидировать эту боль могут внешние накамерные мониторы. Но накамерных мониторов много. Это и супер дорогие профессиональные модели за тысячи-тысячи долларов или всякий ширпотреб непонятного качества с абсолютно сомнительной картинкой. В этом видео я постараюсь решить проблему выбора накамерного монитора за вас. Сегодня у нас на обзоре монитор PortKiss LH-5P. Итак, чтобы сразу было понятно, о чем мы говорим и почему этот монитор может быть вам полезен. Он яркий, 1700 нит, он компактный, экран всего 5,5 дюймов, он выдает картинку в 4К, он поддерживает внешнее управление многими камерами и у него адекватная цена, примерно 400 долларов США. В общем, стартовый набор характеристик для победы то, что надо. Если заинтересовал, предлагаю пойти дальше и рассмотреть все подробнее. Начну с комплекта поставки. Монитор поставляется в специальном пластиковом защитном кейсе. Он достаточно прочный и надежно защитит... Защитит, защитит... И надежно защитит ваш девайс при переноске и хранении. Защелки тугие, их аж 4 штуки, как по мне, многовато. Производитель явно перестарался. Кодового замка еще только не хватает. Для подключений имеем три кабеля. Два из них используются для подключения камер к монитору, для управления камерой самого монитора. А третий кабель используется для питания камеры от сети. Две антенны предназначены для беспроводного подключения фоллоу-фокуса от Тильты, если у вас такой вдруг имеется. Также вы найдете флешку с инструкциями и ссылками на различные информационные ресурсы о данном устройстве. Аккумулятора, HDMI кабеля и крепления к камере в комплекте нет. Придется докупать, имейте это в виду. В целом комплектация нормальная, но как всегда можно было бы и чуть-чуть немножко получше. Дизайн и эргономика. Внешне, с точки зрения дизайна, лично мне монитор понравился. Корпус выполнен из анодированной стали, а экран находится под закаленным стеклом. Передняя часть экрана вынесена немного вперед, и это придает ему более футуристичный и легкий вид. В нескольких местах имеем прорези для системы активного охлаждения, так что в плохих погодных условиях я бы не стал его использовать. Замочите на раз-два и будете горевать. Монитор достаточно компактный, размеры 144 на 115 и на 28 мм. Вес всего 250 грамм, и это очень хорошо. На нижней панели имеем стандартный разъем на четверть дюйма для крепления к камере. По бокам порт для подключения управления камерой и USB порт для подключения, например, флешек, чтобы загружать луты и порт для питания от сети. На левой стороне HDMI вход, порт для наушников и сквозной HDMI выход для передачи видеосигнала на другие устройства. Сверху присутствуют органы управления нашим монитором. Тут стоит отметить, что управлять функциями вы можете как с помощью сенсорного экрана, так и с помощью тактильно удобных клавиш. Имеем 4 программируемых кнопки, 4 кнопки для навигации и переключатель вкл-выкл. Для питания монитор использует стандартный аккумулятор типа Sony NPF. Теперь давайте перейдем в меню монитора, и я продемонстрирую вам основные принципы работы устройства и его функционал. Как я говорил ранее, управление монитором полностью сенсорное, и физические кнопки особо-то и не нужны. Тут каждый выбирает сам для себя, как ему удобнее работать. Для того, чтобы привыкнуть к работе с устройством, вам понадобится немного времени. Я за пару часов разобрался и приучил себя. Думаю, и у вас проблем с этим не будет. Главное, что надо запомнить, это как свайпать и тапать. Смотрите внимательно. Простым тапом по экрану мы вызываем меню с базовыми настройками монитора. Это яркость, контрастность, звук, направление отображения и прочее. Если после тапа свайпнуть влево или вправо, то у вас отобразятся инструменты для работы с изображением. То есть весь вспомогательный функционал. Направляющие, сетка, фокус пикинг, гистограммы, веформы и прочее. В базовое меню возвращаемся также свайпом влево или вправо. Если свайпнем вверх, то попадем в меню управления фоллоу-фокусом. Работает это с фоллоу-фокусом от компании Tilt. Как вы видите, у вас есть шкала фокусировки, возможность настройки стартовой и финишной точек и прочие инструменты. Далее, если с основного меню свайпнем вниз, то попадем в меню управления камерой. В зависимости от бренда мы имеем разный функционал. Вот, например, вы видите разницу между камерами Canon, Sony и Blackmagic. Так что тут как повезет. Мои впечатления от работы монитора. Самое главное и самое важное – качество картинки. И мне нравится. Изображение контрастное, резкое, цвета в целом соответствуют тому, что я вижу потом на монтаже на компьютере. Мне подходит полностью. Плюс, в базовом меню есть инструменты для корректировки. И я могу поправить оттенок, контрастность, яркость и прочее. Это удобно. За счет того, что монитор достаточно легкий, нагрузка на руки не слишком большая. И работать с сетапом будет удобно. Аккумулятор, конечно, значительно увеличит вес. Поэтому, если хотите максимально легкую конструкцию, запуститесь с 500 аккумуляторами, маленькими NPF-ками. Так будет удобнее для беготни с камерой. По поводу 1700 нит. Да, монитор достаточно яркий и в солнечный день с ним можно работать на улице. То, что он будет точно лучше, чем ваш встроенный монитор в камере, это объяснять, думаю, не надо. Но все равно это не панацея. На ярком солнце работать можно, но комфортнее, конечно же, будет с козырьком. По инструментам. Тут все реально отлично. Лично я с профессиональными мониторами дела не имел. Но из того, с чем мне доводилось работать, инструментарий LH5P превзошел всех. Давайте я не буду сыпать пустыми комплиментами, а просто покажу вам пару наглядных примеров. Например, элементарная сетка. В некоторых типах съемки сетка достаточно удобный инструмент для быстрого построения композиции в кадре. Так вот, вы можете выбрать цвет сетки или задать количество областей. И этих вариантов у вас не 2-3, а целых 10. Далее, например, фокус пикинг. У вас целых 6 типов отображения пикинга, 15 ступеней чувствительности пикинга и 4 цвета пикинга на выбор. Пикинга, пикинга, пикинга. Следующий пример. Вейвформы. Вы можете отрегулировать их прозрачность на экране, задать яркость, активировать предупреждения для пересветов и выбрать расположение, с какой стороны их надо выводить. Я думаю, вам понятно, опций много и подстроить функционал лично под себя любимого у вас не составит труда. И монитор сможет вам угодить по многим параметрам. Вот полный перечень инструментов, выбирайте все, что вам нужно и выводите их себе на экран. Ну а теперь выводы. Странный у меня обзор получился. Вот хочется сказать что-то про минусы, а сказать особо нечего. Все работает, картинка нравится, функционал полезный и его очень много. Вес маленький, дизайн прикольный, пользоваться реально удобно. Но все-таки давайте докопаюсь. Первое. Иконки, графика, меню. Не все понятно. Дизайн максимально простой. Все-таки не хватает руки мастера, который бы оформил меню максимально аккуратно и красиво. Кнопки сверху. Как по мне они бессмысленны и я их вообще не использовал на тестах. Желания вообще никакого не было. Но это чисто субъективщина. По цене. 400 долларов сумма немаленькая. Лично как для меня интереснее добавить и купить монитор с функцией рекордера. Например, Atomos Ninja. И он у меня есть, и я им пользуюсь, и я им доволен. Но кому-то рекордер не нужен, и он предпочитает купить только монитор и сэкономить. Так что тут все сугубо индивидуально. В общем, от меня зачет и по дизайну, и по картинке, и по функционалу. Только вот цена немного тяжеловата для наших краев. Но тут как посмотреть. И если вам понравился обзор, то с вас лайк, комменты и подписки. Снимайте как можно больше и чаще. Всем пока.